МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Санудорога Сепногорска самолет приземлился на трассе. Очевидцы в шоке. Неудачная рыбалка. Пенсионер застрял в камышах в Акмолинской области. В Алматинской области автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус, в котором находились 15 человек. Они возвращались со свадьбы из Кыргызстана. Жуткая авария произошла при въезде в Каскелен. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо на развязке, и он потерял контроль. Он ехал без пассажиров. В результате аварии пострадали 7 человек, включая водителя автобуса, который находится в реанимации с серьезными травмами. В полиции сообщили, что он был трезвый. Из-за сильного ветра два рыбака в Карганинской области не могли подплыть к берегу. Они застряли на лодке примерно в 500 метрах от него. Пришлось вызывать МЧС. Прибыв на место, спасатели помогли рыбакам вернуться. К счастью, никто из них не пострадал. Отсидели, да, ногу? Да я... Ветер поднялся, и меня унесло. И еще один любитель порыбачить застрял в камышах в Акмолинской области. 76-летнему мужчине тоже помешал ветер. Когда он разбушевался, его лодку сразу унесло. Из-за больной спины пенсионер не смог пошевелиться. Поменял и поехал. В экипостузе КамАЗ ездил по подложным номерам. 47-летнему водителю грозят 5 суток ареста и лишения прав на год. Машину остановили на трассе близ города для проверки документов. Тогда все и выяснилось. Водитель объяснил, что был вынужден так поступить. Ему нужно было ехать работать на карьер, а второй его КамАЗ, на который было разрешение на въезд, сломался. Поэтому он снял с него госномер, прикрепил на другую машину. Материалы по данному делу направили в суд. Полицейские изъяли регистрационный номер. КамАЗ поставили на штрафстоянку. Осторожно, лихачь на дороге. Видео очевидце помогло задержать нарушителя в Акмолинской области. Женщина увидела танцующую фуру, которая ехала посередине трассы. Недоумевая, что происходит, она сообщила в полицию. Там отреагировали на ее обращение и остановили грузовик. По словам 32-летнего водителя, так он объезжал кочки. Однако оправдание не сработало. На него составили административный протокол. Самолет на дороге в Степногорске. Водителям нужно смотреть не только по сторонам, но и в небо. В комитете гражданской авиации сообщили, что это была вынужденная мера. Пилот-любитель не смог посадить легкомоторное судно на влажный грунт. Его накажут. Уровень его подготовки не соответствует летным требованиям, сообщили в комитете. 60 человек эвакуировали из горячего дома в городе Хромтау, Ктюбинской области. В пятиэтажке произошло возгорание природного газа. Огнеборцы перекрыли шланг и потушили пожар. 10 лет лишения свободы за 40 тысяч тенге. Наркозбытчику вынесли приговор до севера Казахстана. 22-летнего жителя Петропавловска поймали еще в начале апреля. Тогда, польстившись на легкие деньги, он начал работать на интернет-магазин по продаже наркотиков. Меньше чем за месяц он заработал всего лишь 40 тысяч тенге. Потом его уже поймали с поличным. При нем обнаружены свертки с синтетическими наркотиками. Также, по его показаниям, нашли тайники с закладками на окраине города и в одном из дачных массивов. Общий вес изъятого составил около 15 грамм соли и 22 грамм эфедрона. Всего с начала года в СКО за сбыт наркотиков осуждено 25 человек в возрасте до 25 лет. В среднем срок их преступной деятельности не превышает трех месяцев. Одноразки продавались под прилавка в одном из табачных магазинов Усть-Каменогорска. Оперативники изъяли 600 вейпов. Владельцу магазина грозит штраф в размере до 200-месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же количестве часов, либо арест до 50 суток. Полиция напоминает, что в Казахстане запрещен оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкости к ним. Телевизор, одежду и даже средства личной гигиены украли у пенсионеров Западно-Казахстанской области. Неизвестный проник в дом, когда никого не было. Сотрудники полиции содержали его по горячим следам. Вором оказался 30-летний односельчанин пенсионера. Похищенное вернули хозяину. Возбуждено уголовное дело. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин